Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здрая желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление снова на связи. В эфире Минск чрезвычайный. В студии Виталий Димбовский мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. По традиции цифры статистики. С начала года в столице на пожары ИЧС спасатели совершили более 2600 выездов. На пожарах погибло 11 человек. 55 человек, из которых двое детей, пострадало. К счастью, 241 удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. Далее подробности о происшествиях ушедшей недели. Минск чрезвычайный. Ближе к утру понедельника пьяный водитель, уходя от преследования, врезался в Ауди, а затем в столб. Ночная погоня началась на проспекте независимости возле парка Горького. Сигнал об остановке от инспекторов ГАИ водитель автомобиля Volkswagen Golf проигнорировал и пытался скрыться, увеличивая скорость время от времени, выезжая на полосу встречного движения. Около парка Челюскинцев он не справился с управлением и в очередной раз, выехав на встречку, врезался в Ауди 100, после этого Golf отбросило в столб. Кроме 30-летнего водителя, в машине ехали три пассажира, одного из них после ДТП выбросило из салона на проезжую часть. Еще двоих пассажиров и водителя Ауди из искореженных автомобилей достали спасателей и передали медикам. Пострадавшие с различными травмами были госпитализированы. Во вторник серьезных по своим последствиям ЧП в городе не произошло, а вот в среду вечером всего за несколько минут огонь расправился со столичной квартирой по улице Чигладзе. Спасатели прибыли на место происшествия в считанные минуты и незамедлительно эвакуировали всех жильцов подъезда, в котором случилось возгорание. Пламя не оставило ничего в жилой комнате, выжгло балкон и серьезно повредило кухню. Несмотря на это, разбушевавшийся до приезда спасателей пожар удалось быстро локализовать. Соседние квартиры остались нетронуты стихией. По счастливой случайности в квартире, где произошел пожар, никого дома не было и в происшествии никто не пострадал. Сейчас в причинах ЧП разбираются эксперты. Минск чрезвычайный. Четверг и пятница также выдались для столичных спасателей спокойными, а вот в полночь с субботы на воскресенье в центр оперативного управления МЧС от прохожих поступило сообщение о пожаре в Голубятне на проспекте Рокоссовского. Когда спасатели прибыли на место вызова, Голубятня уже горела открытым пламенем по всей площади. Существовала угроза того, что огонь может перекинуться на рядом стоящий грузовой автомобиль ИВЕКО. Спасатели оперативно потушили возгорание, в результате которого была повреждена Голубятня, а также пострадало и лакокрасочное покрытие автомобиля ИВЕКО 2000 года выпуска. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты. В субботу вечером столичные пожарные выезжали на тушение двух автомобилей. В результате короткого замыкания проводки в моторном отсеке на улице Орловской загорелась Шкода Фелиция 1998 года выпуска. А на улице Бобруйской БМВ 535 2007 года выпуска, принадлежащий 47-летнему директору фирмы. В первом случае огонь был погажен до прибытия пожарных, а во втором все же без них не обошлось. Также вечером в этот день в центре столицы произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и три получили ранения. На улице Московской столкнулись автомобили Форд Фокус и БМВ 318. Пассажирка БМВ оказалась заблокирована в салоне. Прибывшие на место спасатели с помощью специнструмента деблокировали 22-летнюю девушку. Однако, к сожалению, врачи констатировали ее смерть. Водители обоих машин и пассажирка Форд Фокус самостоятельно покинули автомобили и были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в больницу скорой помощи. В воскресенье вечером 6-летняя девочка застряла в эскалаторе в торговом центре столица. Сообщение о том, что в конструкции эскалатора застряла нога девочки на 101 поступила от очевидца. Правую ногу ребенка заблокировало между ступенькой и стенкой эскалатора между первым и вторым уровнем торгового центра. Для того, чтобы вызволить малышку, работники МЧС использовали аварийно-спасательное оборудование. Малышка была осмотрена и с предварительным диагнозом ушиб мягких тканей доставлена в Центр травматологии и ортопедии. После обследования с диагнозом ушиб стопы пострадавшая отпущена для наблюдения в поликлинике по месту жительства. Ну что ж, вот такой была ушедшая неделя в Минске. До встречи в следующий вторник. С вами был Виталий Димбовский. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.